Жительница Амсукчана Екатерина Шепель приехала в Магадан, чтобы принять участие в выставке, которую посвятили декаде людей с ограниченными возможностями здоровья. Своевязанные изделия здесь она представила впервые. Екатерине 38 лет, она инвалид второй группы. Женщина занимается вязанием в кружке «Элегантный возраст» на базе Центра досуга и народного творчества в поселке Амсукчан. По словам руководителя клуба Елизаветы Чуприной, Катя талантливая и старательная ученица. Она не только вяжет и вышивает. В последнее время Екатерина осваивает украшения из бисера. Поскольку Катя Шепель относится к категории «Лицо с ограниченными возможностями», мы постарались сделать все с руководителем клуба, чтобы она стала участницей этой выставки. Мы готовились к этой выставке, принимаем участие в этой выставке впервые и рассчитываем, надеемся и уверены, что и в дальнейшем будем с ней принимать участие в таких выставках и мероприятиях. Участие в выставке приняли 260 человек, почти половина из них дети. Как отмечают организаторы, с каждым годом все больше работ представляют пожилые люди. На торжественном открытии выставки заместитель мэра Юрий Казетов поприветствовал участников. Также он акцентировал внимание на вопросе трудоустройства и образования лиц с ограниченными возможностями. 6 декабря для них пройдет ярмарка профессий и учебных мест. Я хотел бы в этом году еще раз пригласить с одной стороны всех магаданцев посетить выставку, посетить фестиваль, а с другой стороны именно для тех людей, для кого проводятся данные мероприятия, которые должны участвовать в них, это людей с ограниченными возможностями принять участие в том мероприятии, которое пройдет в пятницу в 12 часов, это ярмарка рабочих мест. Колымчане с ограниченными возможностями здоровья представили работы в разных направлениях, от поделок и картин маслом до вышивок, как в классических, так и в современных техниках, а также композиции на тему Крайнего Севера. Региональная выставка декоративно-прикладного творчества «Душа всегда свободна» проходит ежегодно в начале декабря, в декаду инвалидов. Инвалиды, даже не хочется говорить это слово, люди с ограниченными возможностями принимают у нас участие из года в год почти одни и те же, добавляются дети, с которыми занимаются родители, педагоги, очень творческая, хорошая выставка, работает в различных техниках. 6 декабря в 14.30 в муниципальном центре культуры стартует региональный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями. Душа всегда свободна. В 16.00 пройдет церемония закрытия декады инвалидов. На ней подведут итоги региональной выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества.